Российская армия наступает по нескольким направлениям от Попасной, чтобы завершить окружение Луганской области – на восток, северо-восток и юго-запад. Это данные Института изучения войны. Там считают, что все три движения направлены на захват ключевых трасс, ведущих из Лисичанска. Сам город российские оккупанты не прекращают обстреливать. Накануне из-за мощного и продолжительного авиаудара по Лисичанску погибли три мирных жителя. Вражеский снаряд попал в Центр предоставления гуманитарной помощи. Поврежден автомобиль, на котором развозили еду людям. В северо-Донецке российские оккупанты повредили 11 многоэтажек и здание предприятия «Импульс». Это города разной площади и с разным количеством населения. Но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северо-Донецк и Новоазовка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северо-Донецка. Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. Американские эксперты изучения войны считают, что Россия может начать битву за Северо-Донецк уже в ближайшие дни. Российские войска пытаются продвигаться к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникаций, к юго-западу от Северо-Донецка и завершить оцепление Луганской области. Российские войска нанесли удар по Запорожью, пытаясь разрушить ключевой логистический центр для украинских войск, действующих на востоке. Вражеские ракеты попали в разные объекты в Шевченковском районе, в Александровском районе разрушили торговый центр. Повреждено 60 домов, 4 человека получили ранения, погибла одна женщина. На оккупированных территориях юга Украины враг строит уже третью линию обороны, сообщает в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону, готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а три линии обороны. В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из России, и, соответственно, мы видим, насколько мощную группировку войск сейчас Россия разворачивает на оккупированных территориях юга Украины. Вадим Скибийский, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Мариуполе и на временно захваченных территориях Донецкой области оккупанты начали выдавать населению паспорта России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая ДНР дала старт для Мариуполя и вновь оккупированных территорий Донецкой области по получению российских паспортов, без получения паспорта так называемой ДНР. Фактическая аннексия, в частности Мариуполя, началась. Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Также Андрющенко рассказал о том, что в Мариуполе учебный год в школах будет длиться до 1 сентября. По его мнению, российские оккупанты это делают, чтобы адаптировать детей к русской учебной программе. Детям будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском. В городе для этого планируют открыть 9 школ. В Днепропетровской области российские оккупанты несколько раз обстреляли Криворожский район. Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район, ударил из артиллерии по Зеленодольской общине, попали по Великой Костромке и Марьинскому. Повреждены детский сад, церковь, дома. За минувшие сутки на Донбассе наши военнослужащие отбили 10 атак врага. Уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и 1 единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа «Орлан-10». Марьяна Крещет специально для информационного марафона «Фридом» телеканал «Айой». Марьяна Крещет специально для информационного марафона «Ш cheers!»